Всю рекламу посчитали баннеры, щиты и различные конструкции. На фасадах домов находятся около 5000 вывесок. Теперь районные власти и специалисты комитета по рекламе выявляют те, что висят незаконно или не по правилам. И находят их собственников. Делают это буквально в ручном режиме. Обходят все конторы, которые находятся на первых этажах домов и выясняют подробности. Вы не подскажете, рекламные щиты, которые восстановлены за стеклом, вы на них разрешение имеете? За стеклом вы имеете в виду, который у нас и где качество? Да, да, в левом. Ну я думаю, да. Ну если вы имеете, вы можете их предъявить? Разрешение? Сейчас посмотрим. Сейчас созвонимся с юристом. Если реклама на фасаде размещена незаконно, ее нужно демонтировать, что и предлагают собственникам конструкции. Но можно ее и легализовать. Заплатить госпошлину в размере 5000 рублей и получить разрешение на рекламу, действующее в течение пяти лет. Рекламные щиты размещать, в принципе, возможно, наравне с вывесками. Но для этого они должны соответствовать требованиям, архитектурных требованиям, первое, да, и эстетическим требованиям, которые предъявляет город. В некоторых случаях компромиссы невозможны и рекламные баннеры просто убирают. Активная работа по наведению порядка идет сейчас по гостевым маршрутам. Также по гостевому проводится работа в железнодорожном районе улицы Спортивная, улицы Агибалова, Льва Толстого, Красноармейская. Это на данном этапе первостепенная улица. И если обратить внимание, то там действительно есть изменения. Обычно, говорят специалисты, собственники рекламных конструкций не идут на открытый конфликт и подчиняются правилам размещения рекламы. Но если и найдутся упрямцы, которые не пожелают идти на компромисс, их усмирят крупные штрафы. До миллиона рублей для юридических лиц. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События.